значит слушай сюда завалялись у меня говно чипы горячие нужно их завернуть красивую обертку сделать из них конфетку да да шеф да так значит изгон на конфетку значит game rock делаем и это короче термопрокладки не ставь а то потекут второе значит без термопрокладок еще типа сделай вы чар чтобы ну типа майнеры не покупали потом у них сгорят по-быстрому есть третье делаем лэча чтобы майнеры не покупали вы че то ребята я че то не понял как мне их продавать то ёлки-палки их геймеры не берут майнеры не будут брать блин как продавать то их строишь распродажу лошара мы не упаем по распродаже бомб бомб и 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 всем привет ребят с вами вахмед сегодня у нас немножко необычный такой ролик почему не обычный Потому что сборка компьютера, про который я вам расскажу, не моя. Это у меня друг, он в другом городе живет, по кое-каким моим рекомендациям и так далее. Он собирал компьютер, а потом, ну как всегда, как и все, ждал видеокарту. Ну, соответственно, хотел 30-ю серию, 3070, там 3080, там 3060 Ti, они, ну, дорого стоят. И, в общем, он ждал распродажи от DNS 3070 Ti. Первая распродажа была, там они стоили по 59, по-моему, тысяч. Их никто из моих знакомых не смог купить, в том числе и я. Постоянно выходило что-то не так, там что-то не так. Ну, в общем, сайт повесь. Вторая распродажа то же самое. Там несколько распродаж было, и вот была последняя якобы распродажа, где 3070 Ti в районе 70 тысяч продавались. Ну, и, в общем, друган мой решил все-таки ее попробовать еще раз купить. И вот он тыкал-тыкал, и у него вроде как получилось заказать 3070 Ti Polit Game Rock. Вроде как топовая карта, но все знают, Polit Game Rock всегда была топовая. Все еще запомнились 10-й линейки Game Rock Jetstream. Вообще кайфовые карты. Ну, и, в общем, он заказывает Game Rock в 30-й серии, тем более, ну, тоже всем известно, хоть она и выглядит так немножко по-цыгански, вот эти вот камушки там и так далее. Но все знают, что у него всегда был топовый охлад, кайфовый. Вот. Ну, и, в общем, что происходит? Он покупает этот Game Rock, вставляет себе в компьютер, начинает играть, все вроде бы как бы отлично, но температуры там переваривают за 70, 73, там 74 и так далее. Ну, в принципе, как бы многие скажут, что, в принципе, это терпимая температура, как бы еще ничего. Ну, вроде бы как мне что-то подозрение вызвало, что, ну, не Game Rock же должен так греться, то есть Game Rock должен быть очень холодным. И что-то вертушки, короче, слишком сильно вертятся. Ну, и, в общем, формарки погоняли, там вообще вертушки раскручиваются почти на максимум. Думаем, да что за фигня. Я говорю, включай GPU-Z, посмотрим температуру памяти, температуру чипа. И тут как мы охренели. В формарке при трехминутном прогоне теста память нагревается 104, 106, 108, там вот примерно такие числа. Даже, по-моему, один раз доходило до 110. Представляете, 3 минуты прогона в формарке. Да, температура на чипе приемлемая, то есть более-менее нормальная. А температура на памяти доходит до 110 градусов. Я думаю, блин, неужели-то как это бракованная попалась? Вот, зашел, почитал в DNS отзывы на эту карту. Почти что у каждого есть, ну, там, отзыв такой, типа 100-110 градусов, 100-110 градусов память. Мы как охренели. Ёлки-палки, это же Game Rock. Но я понимаю, что GDDR6X, она как бы сама по себе хреновая память, в том плане, что она очень горячая. Но как бы человек и покупал, да, Game Rock, чтобы у него охлад был топовый, и как-то нивелировать вот эту вот горячую память, чтобы она хотя бы, ну, была, ну, не 100 градусов, понимаете? И вот, что дальше делаем. Начинаем изучать эту тему. Жалко, конечно, до покупки не посмотрели, ну, что такая ситуация. Ну, в общем, многие, кто купили эту карту, все вот сталкиваются с такой проблемой. Во-первых, скажу, в общем, про 3070 Ti, что из-за того, что у нее GDDR6X, у нее, получается, вообще память греется у всех сильно. Но у некоторых версий прям чересчур сильно. И получается так, что за счет того, кого не сильно греется, это значит термопрокладки на месте, как бы все, система охлаждения вся вместе работает, она и память, и чип охлаждает. И получается, за счет этого карточка сама по себе горячая, ну, получается, и по чипу, и память у них тоже горячая, там, 90 градусов и так далее. То есть, эта проблема присутствует. И, собственно говоря, у меня вопрос. Зачем этот высер сделали, если она отрывается по производительности от 3070, ну, процентов на 5? Я смотрел, некоторые игры, она вообще вровень идет с 3070, а некоторые игры, ну, там на 5 FPS, на 7 FPS, ну, то есть, незначительно. Там разрыв такой небольшой, только 3070, она вообще, у нее память холодная. Вот, а у 3070 Ti горячая. Смысл, зачем мы сделали этот высер, мне непонятно, если честно. Ну, а что касается, конкретно, вот данной модели, 3070 Ti от Game Rock, не путать с Gaming Pro. У Gaming Pro, в принципе, с охлаждением памяти все в порядке, там она греется, но не так прям сильно критично. Ну, то есть, я бы, в принципе, вообще в 3070 Ti не брал, в таком плане. Но Game Rock вообще отличился, я вообще не понимаю. Вроде топовое исполнение, представляете? Они не сделали прокладки между пластиной и радиатором охлаждения. То есть, там есть места, я потом картинку вам ставлю, но нету термопрокладок. Представляете, что они сделали? И получается, у тебя вроде чип холодный, ты смотришь, вроде в играх у тебя чип холодный, да? Память-то в играх у тебя не показывает, если ты не откроешь там GPU-Z, ничего. А у тебя там память постоянно. В играх ситуация какая? В некоторых играх там все более-менее еще адекватно. То есть, ты играешь, у тебя там по чипу, допустим, 65, там 67 градусов. По памяти у тебя там, допустим, 85, там 87. Да. Но есть игры типа, вот, допустим, RDR 2, где память греется даже при даунвольте. Вот видите, я там даунвольтнул карту. Ничего не помогает. Память греется и 90, 95 градусов там в играх. Что уже говорит, там, фурмарк вообще там даже при даунвольте 104-106 градусов греется. Тоже картинку вам вставлю. Ну и, соответственно, кто захочет немножко даже из геймеров отбить эту карточку, хотя бы немножко, да, она защита от майнинга, но она все равно какие-то алгоритмы майнит. То есть, можно, в принципе, было бы помайнить, чуть-чуть отбить себе какую-то копеечку, да. Но даже в этом случае вы понимаете, что память греется под 110 градусов, начинает троттлить и так далее. То есть, это ненормально. Она не должна так себя вести. Ну, в общем, ребят, закончилось это тем, что мой друган просто пошел и сдал его в магазин. Потому что нафиг такое добро. За 78 тысяч ты покупаешь по распродаже, по великой распродаже от ДНСа и получаешь такой фуфел. Да, но это обман, понимаете. То есть, обычный игрок ставит себе в компьютер ее, будет играть себе спокойно-преспокойно, а у него там память будет под 100 градусов. Понимаете? То есть, эта карта, она может долго не прожить. И хорошо, если ты еще ее купил в ДНСе. В ДНСе еще как-то лояльно тебе может быть по гарантии, то есть, нормально все сделают. Но, если ты купил ее в каких-то других магазинах, там все знают, что проблематично вернуть по гарантии. Там начинают палки в колеса, каждую там... Ну, вот представьте такой случай. Допустим, вы купили карточку, да? Ставили ее в компьютер. И, допустим, там какая-то у вас там, не знаю, царапинка там получилась. Ну, то есть, следы какие-то эксплуатации, да? И потом у вас память, допустим, навернулась. Вы идете по гарантии сдавать. Если в ДНСе, может быть, более лояльно отнесутся, но в каких-нибудь сетелинках и так далее зацепятся за эту царапинку и скажут, что вы ее уронили, и поэтому у вас карточка не работает. И вы потеряете и деньги, и как бы карту. Понимаете, в чем прикол? То есть, я бы вообще, если честно, не рекомендовал надеяться на эту гарантию, а просто не брать эти карточки 3070 Ti, там, 3080 Ti. Потому что, ну, мое такое сугубо такое ощущение, что долго они не проживут с такой горячей памятью. Может быть, конечно, там производители что-то исправят. Ну, а что было делать с вот этими вот первыми экземплярами? И, казалось бы, Game Rock, блин, всю жизнь была кайфовая карта. Тут так испортились. Как они могли не поставить прокладку? Они что, забыли или что? Это сделано специально. Потому что, скорее всего, они бы эти прокладки со временем потекли, там, туда-сюда. А так они понадеялись, скорее всего, то, что, ну, мало ли, знаете, авось проработает эта карта сколько-то. Ребят, постараюсь объяснить вам, как сам понимаю. Видите, слева Gaming Pro версия более простая, а справа Game Rock более дорогая версия. Так вот, смотрите, у них, получается, чипы памяти через термопрокладки идут к пластине, прилегают к такой специальной пластине. А пластина эта должна через, в свою очередь, термопрокладки прилегать к радиатору охлаждения. Так вот, в Gaming Pro это сделали, а в Game Rock, получается, не сделали термопрокладки. Для чего это сделано? Или это ошибка была? Я не знаю. Но, тем самым, получается, то, что чипы памяти охлаждаются только вот этой вот пластиночкой небольшой. Ну, а теперь я вам покажу тесты в играх, как она, в принципе, тащит. Да, монитор Full HD, но там расставились разрешения, игры такие, более требовательные, там, типа, Metro Air, DR2 и так далее. Там, посмотрим, как она себя ведёт. Какие у неё температуры после андервольта. Температуры на чипе, скажем так, очень даже хорошие получились показатели. Но память при этом я там буду вставлять немножко. И GPU-Z, вот увидите, там, температура памяти, она растёт. И чем дольше ты играешь, тем больше она растёт. Там, если даже в начале игры вы увидите, что она там сначала там 70, 80, 90 градусов, то, естественно, когда ты играешь, там, час, два, три, а то и полдня некоторые играют, то у вас память там закипит. Вы знаете, в связи с этим меня, конечно, некоторые обзорщики поражают. Вот берут, допустим, тот же самый GameRock 3070 Ti. Берут такие на тест. Я вот смотрю, нахваливают, типа, какая отличная карта. Вот там по распродаже можно купить. Вот она чуть дешевле, чем 3070, TLHR, молодцы, спасибо, там, что геймерам сделали. И ни слова о горячей памяти не говорят. Меня вот это удивляет. Я не знаю, может, я, конечно, не такого класса специалист, и мне что-то непонятно. Но если сравнить, допустим, ту же самую 3070, то которая память, ну, где-то на 10-15 градусов отличается от чипа. Если ты сделал чип, допустим, 65 градусов, да, у тебя будет там память, ну, под 80, допустим, максимум, а то и вообще будет там 77-80, ну, около такого, короче, предела. Вот. А если ты будешь на 3070 Ti играть, у неё на 30-40 градусов бывает, отличается память от чипа, представляете? То есть, ну, вот и сами посудите, какая карточка дольше выживет. А многие покупают эту карточку не на 5 дней там поиграть, они покупают её там на 5 лет поиграть, понимаете? И выживет ли вот та карточка 5 лет, ну, у меня лично вызывает сомнения. Но зато сейчас все нахваливают, вот какие там молодцы Nvidia, не знаю, может, им заслали это всё, но если ты покупаешь за свои бабки, то я считаю, что это неприкольная карта. Вообще, лучше не берите это, гумно, так сказать, 3070 Ti, 3080 Ti, вот эти вот сырые абсолютно продукты, не надо гнаться, что она там даже дешевле, чем 3070 стоит. Лучше возьмите 3070 обычную, 3060 Ti, 3060 там возьмите. Сейчас вон 3060-ки, видели, в DNS вообще по 58 тысяч можно взять полидуал версию, а одновентильные там вообще стоит 55, но типа двухвентильные, уже 58 можно взять. В принципе, уже более-менее приемлемая цена. Не надо гнаться за этой 3070 Ti и потом страдать от вот этой, блин, горячей памяти. Не знаю, сколько она проживёт. Если у там 3060, 3060 Ti, 3070, там есть проблемы между вендором, например, я бы гигабайт не стал брать, потому что у них там с прокладками какие-то проблемы тоже там. Ну а в основном, не знаю, если вы берёте там Полит, там Gaming Pro, Game Rock, MSI Gaming, Asus Rock Strix, там вот эти Asus Tove. В принципе, в 30-й серии они классные, и вот любую карту эту берите там. Но таких глобальных проблем, как память GDDR6X, у них нет. То есть вы возьмёте готовый нормальный продукт и будете спокойно много-много лет играть. Ну а теперь перейдём к тестам. Там вы всё увидите, я немножко ещё постараюсь прокомментировать. Ну и сделаем выводы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Долгえる субтитры DimaTorzok Длинный дом. Мои люди должны быть там. Крыша где-то должна быть брешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, ребят, ну вы все видели своими глазами. И это, знаете, тесты, прогоны, это там буквально 5-10 минут. Это не какие-то там полдня игры, там сами понимаете, что чем у вас будет менее продуваемый корпус, чем вы дольше будете играть. В данном случае в этом тесте у человека полностью продуваемый корпус, меш морда, куча вентиляторов, там у него штук 6 или 7. В общем, полный продув обеспечен. И тем не менее, вот такие вот температуры памяти. Вот представьте, вы поставите в стеклянный корпус, у вас там меньше продув будет, у вас там жаркий регион южный. Представляете, что там будет с этой памятью? Ну, в общем, делайте выводы сами, но я бы не рекомендовал это фуфло покупать как бы. Ну, а так, дальше уже выбор за вами. Всем пока-пока, с вами был Вахмет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рад пообщаться. Заходите в телегу, я частенько там сижу, пообщаемся в голосовом чате. Без проблем, помогу, чем смогу. Давайте, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok